Микс Ньюз Разворот У нас гости Ребята А это я ломаю дверь Телефон прямого эфира Радиоболтком 672 12 93 9 Добрый день уважаемые радиослушатели В эфире программа Разворот Меня зовут Андрей Лешкевич Звукорежиссер Евгений Копеин В гостях у нас сегодня спортивный журналист Комментатор Анатолий Крейпенс Здравствуйте Анатолий Телефоны прямого эфира 672 12 93 9 672 13 93 9 Звоните, также пишите в видеочате Мы в большей части будем говорить о хоккее Естественно сегодня стартовал чемпионат мира Вот уже три, если не ошибаюсь, три дня Пятого числа, да, он начался Стартовал и наше внимание Естественно приковано к Выступлению сборной Латвии И надо сказать, что этот чемпионат начался Для сборной Латвии очень благоприятно Ну, если так можно сказать То он начался так благоприятно Как он не начинался вообще-то за последние Ну, в новейшей истории он так не начинался Вот давайте с этого и начнем Как нужно воспринимать старт Такой старт сборной Латвии по хоккею? Ну, во-первых Нужно воспринимать Как ничего сенсационного не произошло Просто у нас подобрался наконец-то Почти что лучший состав У нас из таких основных игроков Я бы троих только назвал бы Это защитник Оскарс Бартуриц и два нападающих Мартинч Карсенс и Лаурис Дарзинч Которые из-за травм не могут принять участие Остальные все есть, да Можно там спорить по составу Там может где-то кого-то можно было другого взять Кого-то оставить Но тут, как говорится, тренеру виднее И поэтому тренер определяет состав А по игре у нас Во-первых, мы никогда не начинали с сухой победы 3-0 Мы никогда не начинали с двух побед Я имею в виду элитный дивизион И там ни Ц, ни Б группу Там было и 3, и 4, и 5 побед подряд Так что И мы не начинали Вот я не помню Когда на таком хорошем эмоциональном фоне Вот с таким вдохновением Как мы играем За исключением первого периода матча с Данией Я не знаю, что там было Мандраж, волнение Игроки сказали, что растерялись Да, что перегорели немножко Даже опытнейшие игроки Но, к счастью, у нас в воротах был Элвис Мюзликин Вот он уж точно не перегорел Если бы не он Я не знаю, чей гимн звучал бы после матча Или наш, или датский Чей гимн допивали бы болельщики Да, но датчане не допивали бы Их не так много там было Но все равно, да Так что тут вот Из этого и состоит команда Если у кого-то игра не пошла Кто-то другой выручил В данном случае вратарь А потом все остальные уже сбросили этот Эти нервы все лишние И в втором-третьем периоде мы переигрывали датчан И тоже, ну, со Словакии и там другое Там мы вообще очень ровно всю игру провели Конечно, какие-то отрезки более Удачные, неудачные Они у любой команды бывают Почти в любой игре Ну, конечно, если это не 10-1, Россия и Италия, скажем Там отрезок был один Из 60 минут он состоял Вот, но У нас впервые Календарь Мы обычно По нарастающей расположим Да, мы обычно начинали с кем-то из фаворитов И именно поэтому Мы до этого только один раз начали с победы С финнами Да, в 15-м году в Минск Мы финнов 3-2 выиграли И все И так у нас вот в Риге ничья с Чехом была Тогда еще ничья учитывались Это последний год был 2006 И в основном за счет этого Что у нас все время фаворит В прошлом году вот мы Шведов могли обыграть Не обыграли В овертайме уступили Но хоть очко зацепили А тут Ну, сам расклад велел Брать очки в первые игры Иначе У кого мы тогда Будем выигрывать Если не у этих Под команд Это наши клиенты Что бы можно Словакия это же не совсем Наши клиенты Ну, вот Это вице-чемпионы Какого года Да-да-да Но данная сборная Словакии Это наш клиент Потому что впервые Из-за истории Сборная Словакии Не имеет ни одного игрока Из НХЛ Ни одного У них 8 игроков там Занят один сейчас За Гэдмонтон Играет Защитник Да Сакера И Все Остальные по разным причинам Не играет Потому что Именно поэтому Словакия Хотя мы и до того У них из трех игр Две выиграли На чемпионатах мира Так что Со Словакией У нас более-менее нормально Получается И вспомним Ту знаменитую игру На Олимпиаде Где они перевезли Практически всех 3-6 уступали И 6-6 С ними Сыграли Это В Солклай-Сити Да Но Ладно Это было давно Это было 15 лет назад Как раз в том году Словакии выиграли Чемпионат мира Так что И потом Италия Но опять же Конечно все просчитывали Нужно брать Как минимум 8 очков Ну ладно 7 Это минимум В первых играх Но ведь наши соперники Дания Словакия Италия Примерно так же считают Они ведь тоже думают Что Ну у кого выигрывать Ну у Латвии Надо выигрывать Словакии думают Еще плюс Это итальянцев Германия Там еще Плюс-минус Плюс-минус Немцы Ну там с большими Уже как получится И поэтому Мне что Вот больше всего Понравилось Вот тот Тот настрой Который Сборной Ну это все Вместе Потому что Вот та атмосфера Которая вокруг Команда Она такая Более Как бы семейная Я бы сказал Более такая Раскованная Такая Ну как Большая семья Это все влияет На игру Это влияет на все Ну вот У Латвии Сборной Латвии По хоккею Такая репутация Команды Которая Может Все время Удивляет Как со знаком Плюс Так и со знаком Минус Никогда не знаешь Вот ты никогда не знаешь Они могут сыграть С фаворитами Всего чемпионата Очень сильные Могут проиграть Там каким-то Аутсайдером Вот в данном случае Есть какие-то Предпосылки Или какое-то Логическое Рациональное Объяснение Тому что Такой успешный старт Ну помимо Смены тренера Может быть Ну вот Тренер Я бы тут Не только Боба Хартли Назвал Всю вот эту команду Тренерскую команду Плюс Кто вокруг Еще Это и представители Федерации И президент И генеральный секретарь Новый президент Да Мы об этом поговорим Отельно еще Я имею ввиду И Горсакал Виттеса И Вестерс Козов Генеральный секретарь Вот эта атмосфера Она Ну она радикально Изменилась Это чувствуется По 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 настроению В сборной Это чувствовалось Уже То есть дело не только В деньгах было Не только в деньгах Конечно Деньги это важно Но в сборную Игроки не приезжают Зарабатывать деньги Деньги Игроки зарабатывают Не только в хоккей В клубах Это у них основная работа В сборную Они приезжают Играть За флаг Скажем так За флаг За герб За страну За свою фамилию В конце концов И Естественно Что Игроку приятно Что его Самоотдача Его пожертвования А это пожертвования Потому что У тебя длинный сезон Ты уже столько Этого хоккея наелся У тебя семья Почти у всех Наших игроков И опять тебя Отрывают куда-то Это не так просто Как кажется Сидя на диване И когда ты смотришь По телевизору Спорт И конечно Игроку приятно Что ему хоть Ну там Какую-то Фремию заплатят Что он потом Может с семьей Сездить куда-то На недельку отдохнуть Хотя бы вот на таком А на заработки сборной Никогда никто не приезжал И не приезжает Это глупости Я должен да Напомнить еще Что у нас в видеочате Размещен опрос Как вы оцениваете Шансы сборной Латвии На чемпионате мира Варианты ответа Покажут лучший результат В истории Пройдут в плей-офф Не выйдут из группы Вы можете проголосовать В завершении Мы огласим результаты Если про клубы говорить Вот Естественно Что многие игроки Выступают за Рижская Динамо Которая выступила Не очень хорошо Вот Их В таком случае Мотивацию Как можно объяснить Они просто злые После того Что у них Ну не провальные Не знаю Вы можете эпитет Подобрать Я думаю провальные Тут никто не обидится Сезон провальный Это надо что Тут еще сказать Но я думаю Что да Они во-первых Изголодались По таким Хорошим эмоциям И вот в сборной Они их получают Наконец У них и посещаемость Совсем упала Упала Да И И я думаю Тут все вместе И вот Эта атмосфера в сборной Плюс Плюс у большинства Почти у всех Заканчивается Контракты А насколько я знаю Динамо Орега будут создавать Ну Команду Довольно Такую Интересную Я знаю Что есть Идея Есть цель Привлечь Много Молодых игроков Северной Америки Наших Латвийских игроков Вот Тот же Младший Букарц Блюгер Блюгер Ну посмотрим Как у него там С Питтсбургом Дальше будут развиваться Отношения Вот И В общем Тут Может быть Для нескольких игроков Только более-менее Ясно Что им конечно Предложат контракт Чтобы остаться А остальные Они должны Через сборную Биться И за контракт В клубе Если не в этом клубе То в другом клубе Тот же Зэмгус Гильгенсенс Он не знает Где он начнет Следующий сезон При том Что у него Баффало Контракт закончился Тем более Там поменяли Генерального менеджера И главного тренера Все может быть Он и не скрывал Что он надеется Удачно сыграть На чемпионате мира Чтобы Чтобы Это как-то Повлияло бы На его дальнейшую карьеру Вот Если к Словакам Возвращаться К этой победе И конкретно По игре говорить Вот Мне показалось Что Латвийцы стали Значительно меньше Штрафа зарабатывать А Словаки В свою очередь Заработали в два раза Больше штрафа И это было реализовано Вот мне кажется Эта проблема Всегда была у сборной Сумели они как-то Ее Как минимум Вчерашняя игра Была в этом смысле Чуть ли не показательная С нашей стороны Потому что Провокации Там было предостаточно Со стороны Словаков Или это рука Или что Гиргенсен С тому Или это рука Шуплера Я не знаю Вот я хотел спросить Вот этих игроков Прекрасно знает Он знает Как их можно вывести Из равновесия Там Заставить нервничать Там где-то психануть Где не нужно Получить ненужные удаления Того же Джеринча Букарца Но вчера Никто не сорвался Ни разу Наоборот Сорвался капитан Сборной Словакии Зачем ему нужно было Так явно И грубо Фалить на спрукции Я не знаю Это может он и сам Не объяснит Уже сегодня больше Но он нам подарил Можно сказать Частично подарил Мы забросили сами Но все равно Он способствовал Что мы забросили Третью шайбу И по большому счету Поставили точку Хотя 2-1 был скользкий Очень скользкий Конечно Там Все могло случиться Звонок Примем Наденьте наушники Пожалуйста Добрый день Добрый день Добрый день Говорите пожалуйста Ну почему-то не слышим У вас Перезвоните пожалуйста Еще раз 672-12-93-9 672-13-93-9 Можете написать В видеочате И не забывайте Проголосовать Пока лидирует вариант Пройдут в плей-офф Вы кстати Сами как вы думаете В принципе Если уже так В целом говорить Ну если мы обыграем Италию У нас будет 9 очков Тогда вот На эту тему Будем говорить дальше Потому что Ведь у нас В группе Все таки Ну Ну Нужно быть Я не знаю Каким фантазером Чтобы предположить Что не пройдут Швеция или Россия Дальше Да Американцы Должны Пообиться А есть еще Сборная Германии Которая дома Играет И у нас И у нас Последняя игра Под группой Так что Кто знает Может быть В том матче Решится Хотя С другой стороны Немцы уже Проиграли Они выиграли Американцев Очень важную игру Вот как раз За плей-офф Но они проиграли Шведам Посмотрим Как они сыграют Остальные игры Два тура всего Сыграно Будем считать очки А вот Шансы будем Уже взвешивать Чуть-чуть позже Хотя бы Ну хотя бы Еще один тур Ну еще два Вот четыре тура Сыграют Тогда посмотрим Игра Элвиса Мерзликина Хочется про него спросить Вот Показал очень хорошую Понятную игру Всего один гол Пропущен за два матча Причем С одним из Сильных Соперников Вот это что Это уход Может быть Масальскиса Так его Взарядило Он понял Что он Становится главным Или как это происходит Он уже в прошлом году Это понял Он уже в прошлом году Стал номером один Это было всем видно После первого матча Со Швецией И у него В прошлом году Если я не Не изменяйте Если мне память Был шестой лучший Показатель По проценту Отраженных бросков Но сейчас у него Вообще фантастики 98 и 3 там Или 25 Да Так что Элвис Ну я помню Если кто забыл В 2016 В 2016 году Был признан Лучшим вратарем Швейцарской лиги Ему всего 22 года Ему 23 будет Исполнится В этом году Так что Я повторю слова Боба Хартли Который вчера После игры Сказал Что я знал Что Элвис Мерзликин Хороший вратарь Но я не мог Представить Что он Настолько Хороший вратарь Да Конечно Первые 2 игры Он выдал Без подобных Это естественно Ну Он и в Швейцарии Примерно Вот так играет Он привык Когда По Его в ротам Наносится много бросков В Швейцарии Вот посмотрите Статистику 40 50 Это норма Ну там Такой Наверное Более открытый Хоккей В американском стиле Такой Да И Элвису не привыкать И То что он Ведь Может уже Кто-то забыл Ведь он очень тяжело Входил в сборную Вот его приглашали Он играет Великолепно В клубе Но у него не получилось Как надевает майку С Натвии Су-Латвии Все Один ляп Второй И так было До прошлого года Вот До последних Контрольных матчей И вдруг Он как-то зацепился Почувствовал И все Теперь уже Из него это не выбьешь Конечно У каждого бывает Неудачная игра И у Элвиса Такие будут Но он справится Он А другие вратари Вот если раньше был Вот уже последний год Был и Масальский И Мезликин То есть был такой Блосмена Да Ну и я думаю Я думаю Ивар Пудненос На данный момент Ему Они одногодки С Элвисом Они вместе У-18 играли У-20 Они вместе играли Ну Ивар Пудненов Тоже хороший вратарь Не забудем Что у нас есть Кристос Гудлевский С которым Он 25 Так же как Янис Укал Нынче Тоже 25 Это для вратаря Только наступает Такой зрелый возраст Так и начинается В 25 И позже Насчет Вратарьской линии Мы Можем быть спокойны Тем более Два наших Совсем молодых Вратаря Миттен Секилен В этом сезоне Признаны Лучшими вратарями И вообще Лучшими игроками В двух юниорских лигах В Северной Америке Так что Это хорошие Ребята Высокорослые Хорошие вратари Такие Ну современного стиля Скажем Так что Тут у нас Такая конкуренция Тут Не прогадать бы С кем И Вот я только Надеюсь Что Кристос Гудлевский Как-то более Определиться Со своей карьерой На следующий сезон Я считаю Что не надо Ему в Ахайл Больше оставаться Тогда уже Лучше переехать В Европу Ну По примеру Мерзликина того же Да Мерзликина Был шанс уехать В Северную Америку После прошлого сезона Но он все-таки Решил Остаться Еще в Луган Прервемся сейчас На новости И рекламу И продолжим Во второй части Анатолий Крейпанс Комментатор Спортивный журналист У нас в гостях И мы говорим О хоккее Оставайтесь с нами Микс Ньюз На Болткоме Разворот Мы продолжаем Это разворот И в гостях У нас сегодня Спортивный журналист Комментатор Анатолий Крейпанс Звоните нам 672 12 93 9 672 13 93 9 Пишите Видеочать На портале Микс Ньюз ЛВ И голосуйте Мы сегодня спрашиваем вас Как вы оцениваете шансы Сборной Латвии На чемпионате мира Покажут лучший результат В истории Пройдут в плей-офф Или не выйдут из группы Пока лидирует вариант Пройдут в плей-офф 57% Проголосовали за этот вариант Что касается тренера Боба Хартли Новый тренер Что нового Все-таки он привнес С вашей точки зрения Вот такого Кардинального Или же нет Ну я не знаю Насколько кардинального Но Он привнес Вот Хоккеисты Вначале Немножко Удивлялись Может быть Кто-то даже Обижался Хартли Начал с азбуки Он посмотрел Несколько игр Динамо И осенью Он и сборную И так Ну примерно Видел уже Он начал Показывать Учить Как правильно Клюшку поставить Как корпус Правильно поставить Как правильно Стать рядом С нападающим Или защитником В общем Как бы Вещи Которые уже В сборной Ну не нужно было бы учить Ну Немножко подзабылось Он очень много Очень большое внимание Уделяет нюансам А игра Из нюансов И состоит Ну и Конечно же Он приводит Более активную игру Он требует Чтобы защитники Больше подключались В атаку Чтобы команда Больше Больше играла Да иногда За счет этого Мы проваливаемся На контратаках Вот показательным Был матч с Францией Проверчивый Второй Да Тем более не играла Наша первая пара Кул Дэс Вот Мекс Там полетели Защитники Атаковать Ну и прилетели До 0-5 Долетели Потом начали играть Нормально Вот И Так что Тут Конечно Он не может И он не враг Себе Сразу Там совершать Какую-то революцию Это и не нужно Потому что Эти игроки Они уже Большинство состоявшиеся Игроки И уже Переучивать Это Во вред себе А вот На уровне Таких нюансов Это Да Это Конечно И тем более Что Будем учитывать Что Боб Харли Он никогда Не готовил Сборную И с одной стороны Это хорошо Что у него было Целых два месяца И столько Много Игр Все-таки Он клубный Тренер За свою карьеру Да И Для него тоже Что-то новое Ему предложили Возглавить Рижская Динамо Вот Как думаете Стоит ему Стоит ли ему Соглашаться Было бы Это полезно Как для Динамо Для сборной И для самого Хартли Собственно Тоже На эту тему Он Будет Разговаривать Только после Чемпионата Он уже сказал Об этом Да Это нормально Потому что Сейчас Не до Динамо Не до Любой другой Клубной команды У него сейчас Одна команда Это сборная Решение будет Зависеть от Выступления Или просто Он Об этом подумает Я думаю Что во-первых Он Все-таки Зная его Достижения Я думаю Он все-таки Ждет Приглашение Из Анхайл Это нормально И если Договорятся Они с Динамо Я Не удивлюсь Что Будет Такая Возможность Что Контракт Он будет Такой Недолгосрочный Ну На сезон С Возможностью Пересмотреть Ну В случае Если его Приглашают В Анхайл То что Это была бы Польза для Рижского Динамо И вообще Для хоккея В Латвии Это Тут вообще Без вопросов Во первых Я думаю Что К Хартли Приехали бы Не из-за денег В первую очередь А из-за того Что тут Боб Хартли Главный тренер Достаточно Хорошие легионеры Которые Которые вот Не могут Пробиться Там В Анхайл Или то Играют То не Играют Потому что Это для каждого Игрока Что ты играл У Хартли Это хорошая Запись В Севи Для него Самого Это новый Вызов Опять же Новая Лига Новая Среда Незнакомая КХЛ И так далее Такая сильнейшая Клубная Лига Европы Так что Я думаю Для него Это было бы Как минимум Интересно Что касается Финансовой стороны Кто его знает Что он тренер Не дешевый Это естественно Так что Было бы хорошо И опять же Что касается Сборной Вот как это все Будет выстраиваться Динамо Сборная Ну Я думаю Это не нормально Как одно время было Что это были Чуть ли не два Противоположных Полюса Так не должно быть Так нельзя У нас же одно Хоккейное Хозяйство Хоккей Латвии Это не только Сборная И не только Динамо Это все вместе Начиная с детского Хоккея И заканчивая Сборной И на клубном Уровне Динамо Так что Но это как-то Вот Нормально ли это Или это Характерно Для Латвии Что удача Сопутствует Сборной С тренерами Иностранцами Почему-то Постоянно Мы еще можем вспомнить Курта Линстрома И там потом Теда Нол Но вот как-то Вот так происходит Ну Леонид Береснев Тоже был седьмым И Олег Знарок Пару Чемпионатов Хороших Провел Провел Ну кто знает Может быть просто Новый Свежий взгляд Ведь Тот же Харли Тот же Нолан В свое время Тот же Линстром Они приехали Они С белого листа Все начали Конечно Они кого-то Знали Но кого-то И не очень Хорошо Но опять же Тому же Линстрому Нужно было Наверное Два сезона Чтобы он понял Что тут вообще Творится И Как тут нужно Работать Боба Харли Тут все хорошо Совпало Что все Вот эти Изменения В хозяйстве Хоккейном Имеют Федерацию Совпало С его Приездом Как было бы У него С предыдущим Руководством Я бы думаю При предыдущем Руководстве Возможно Его и не было А может быть И был бы Кто его знает Ну На эту тему Мы рассуждали Новый день Он же появился В любом случае Конечно появился Вопрос кто Вопрос кто Вот И Для игрока Это тоже Ведь тренер И игрок Они иногда Предаются Друг другу Тоже уже Все всех знают Игрок знает Как сочкануть Как еще что-то Тренер Тоже много что знает Ну Хотя на уровне Сборной Такое не должно Было бы быть Но Все люди Все Со своими Слабостями Ну Хартли наравне С Динамо Насколько мне известно Еще и швейцарский Круп Предложил Сделал предложение Швейцарцы Хотят его конечно Нет Ну то что у него Репутация И авторитет Это Тут Лишние вопросы Такие Это первый тренер Первый главный тренер Сборной Латвии Обладатель Кубка Стэнли Все таки Лучший тренер НХЛ И совсем недавно Если у того же Нолана Этот титул Лучшего тренера Был Много лет назад Скажем так Да Это у Хартли У Хартли совсем недавно Россию Это фаворит Вдруг в тройку Со знаком минус Не проигрывает Мы можем не выиграть Владежная сборная Покинула элитный дивизион Вместо них Белорусы Попали Это что Это А вот там как раз Мне кажется Немножко и не хватило Этой спортивной наглости Уверенности Вот Этой психологии Победителя Вот этого и не хватило Потому что команды Примерно равные По силам Я Правда Третью игру не видел Решающую Первую и вторую Только видел С финнами Нет Ну это с белорусами А с белорусами Когда они за То что У-18 Чтобы остаться играли Да А то что Они не удержали С фаворитом дивизионе Это не трагедия Во-первых Там команда Маловато По сравнению Со взрослыми А во-вторых Вот смотрите У нас сейчас Двадцатилетние Чуть за двадцать У нас Если не ошибаюсь Семь игроков Которые не старше Двадцати двух лет Молодые защитные Молодые нападающие Появляются И плюс еще Несколько игроков Молодых Ну может там Кому-то двадцать три Уже двадцать четыре Но все равно Которые не попали В данный момент Но они На виду Они тут Тренеры про них знают И им дадут опять шанс Наверняка Так что Ну не так плохо Все обстоит Я имею в виду С резервом Да И в Северной Америке Много играют Молодых ребят Которые еще совсем молодые Вот тот же Биндулис Ну кто его особо знал Вашингтон на три года С ним подписал контракт Сейчас Да Да я думаю В Латвии Такие Ну Любители хоккея Такие которые Интересуются ежедневно Хоккеем Да Слышали Да и то в основном Слышали А вдруг Оказывается Вот такой Талантливый парень Или тот же Болинский Появился Динамо Рига Вдруг С листа Чуть ли не заиграл Получил там При случаю Молодого игрока За неделю Вот 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 Где Кто такой Откуда Ну это очень здорово Что он приехал Посмотрите С каким он Задором играет С каким азартом И как умно он играет Но Не в обиду другим Центральным нападающим Будет сказано Но Янис Номер один Вот в этой сборной Из центральных нападающих И Нам должен быть Какой-то игрок Который Постарше У нас вообще Была молодая команда Янис 35 Он Из того поколения По-моему Последний Кто остался В СМИ Писали Что хотели Привлечь В сборную Санда Саузелинча Якобы Не потянули Те суммы Которые он Как-то запросил Я спрашиваю Еще Потому что Он и в Динамо Теперь Как-то вот Вернулся И играет Что вы думаете О том Ну Как личность Как авторитет Конечно Он пригодился бы В сборной Тут нет Никаких сомнений Но Я не знаю Насчет финансовой стороны Сам он Где-то высказался Что они даже Не разговаривали На эту тему Может быть Это желаемое За действительное Кто-то Хотел выдать Не договорились Под деньгам Ну если не согласился Значит не договорились Под деньгам Ну что же Еще может быть Ведь Могут быть и другие Какие-то причины Ведь Сандельс Он вообще Как-то отошел От хоккея Ну в Динамо Ну в Динамо Его вытащили Скажем Чуть ли не за уши Уговорили Да там Помочь Там и так далее А будет ли он дальше В хоккее На следующий сезон А кто его знает Поэтому Трудно сказать Ведь он Так Не горит Таким Очень большим Желанием Что Давайте мне Я сейчас тут буду Рвать и метать Да Да Так что А то что он Пригодился бы конечно Такие личности Они никогда Не лишние Технически просто Вопрос Вот Как оцениваете Ну вы не там Конечно находитесь Но все равно Организацию Чемпионата Вот в этом году Уже просто По прошествии Трех дней Гимны не звучали Индерс Рассказал Что лед мягкий Почему-то Ему показался Какой-то Или жидкий Ну лед он одинаковый Для всех Я знаю что во Франции Там в Париже Там финны жаловались Еще кто-то Что лед Довольно плохого Качества И так далее Ну Иногда на таких турнирах В начале турнира Бывает Там Ну я думаю Организаторы там Тоже они С каждым днем Будет все лучше Но в Германии Там все должно быть Отлично Потому что И Германия И в частности Кёльн Далеко не первый раз Принимает чемпионат мира Вот Франция Да Там у них лет Шестьдесят Как минимум Не было Такого уровня турниров Так что Тем более Они там эту Берси Переделали Этот дворец Ну как У нас там Носком То в свое время Такое сделали Второй каток К чемпионату мира Ну наверное Какие-то Есть Основания Для таких Претензий Но по ходу Турниров Я думаю Что все Организуется И все 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 Встанет на свои места Насчет Кёльна Насчет Германии Там Мне кажется Ну ведь Игрок может Сказать Еще он Может быть Привык играть На немножко Другом Льду Более жестком Поэтому ему кажется Что вот А может быть У них там В Кёльне На этой арене Где Хайя играет Команда Одна из лучших команд Немецкой хоккейной лиги А может быть Не всегда такой лед Они привыкли Им кажется Что это нормально Ну ведь После каждого Игрового дня Собирается Так называемые Директора турнира Они обсуждают Как прошел день Какие претензии Какие вот В частности Лед Это Это И они какие-то Делают выводы И поправляют все Ведь каждый день У них эти рабочие собрания Вот я по чемпионату Мира в Риге Помню Что там Знакомые Ну которые Еще и из федерации Тогда участвовали Каждый день А то и по два И по три Таких Такие летучки Так называемые Там 3-4 человека Собрались Вот там есть такая проблема Давай Как будем решать Что касается Чемпионата мира в Риге Латвия поборется Вместе с Белоруссией С Минском За чемпионат мира 2021 года Так уже борется Ну борется Борется Как кстати борется В чем это проявляется И каковы шансы Вот за эфиром Вы уверенно Высказались Что пройдет Ну да Но мне Очень хотелось бы Поэтому я так Высказался Да Ну я Надеюсь Что все таки Две хоккейных страны Таких Латвия Белоруссия Ну Должны Но опять же Соперник серьезный Финляндия Да Это тоже такая Ну хорошо Что Не на тот год Когда у Швеции Там 100 лет хоккея Наверное Да Поэтому у них там Выйдет чемпионат мира У финнов По-моему Такого Подобного юбилея Нету В тот год Так что В чем преимущество Полегче Чем можно взять Скажем так Чем можно взять Ну вот не знаю Но строить холл Для этого не надо будет Я так понимаю Если мы с белорусами То хватит Да Да Потому что Раньше словечь о том Что это невозможно Потому что нету площадки Да Ну как одна группа Играет в Минске Одна в Риге Все Поэтому решается В одном Поэтому В Риге отдают Я так понимаю Не финальные там все таки Да Из-за того Что она присоединилась к Минску Ей дают групповой турнир Ну четвертьфиналы 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 сыграют Четвертьфиналы играются В рамках одной группы А полуфинал там уже Идут группа на группу Если не поменяют регламент Потому что Тоже Рене Фазерни Да Перед чемпионатом Высказался Что есть идея Пока что Это только на уровне Разговоров И не больше Сократить Элитный дивизион До 14 команд А Первый дивизион А группу Увеличить До 10 С 6 Две идут Отсюда И две С Б И что тогда Латвии тяжело Придется Ну не только Многим тяжелее придется Многим тяжелее придется Но опять же Не будет 10-1 игр И так далее Хотя опять же Насчет Италии Ребята Не надо Забрасывать Шляпами Италию Вот нужно сначала Выйти И у них выиграть Словаки Обожглись Они повели в счете Начали играть Так Ну может быть Подумали Малой крови Выиграем Еле-еле Отскочили Ну с итальянцами Стоит ожидать От Латвии Примерно такой же Игры Или какие-то Изменения Обязательно По манере Без изменений По манере Будет абсолютно Такая же игра Мы будем пытаться Сами диктовать Слово И нам очень важно Забросить Одну-две шайбы В первом периоде Чтобы Себя успокоить И немножко сопернику Дать понять Что ребята Это сегодня Ну это не тот случай Вот Но по составу Ну нет смысла Что-то менять Бобу Хартли Может быть Там в четвертом звене Что-то он может Поменять Там Да и то Ну победитель Состав не меняет Есть Это больше к футболу Относится Это с футбола Началось это Высказывание такое Но К хоккей Это тоже относится Потому что Пока что Это Все действует Все работает Зачем Искать Еще что-то лучше Добра-добра Не ищет Пожелаю нашей сборной Удачи На этом будем заканчивать Завтра Напомним Кстати Латвия играет С сборной Италии 17-15 Завтра же играет Словения-Норвегия И вечером Словакия-Дания И Швейцария-Франция А сегодня у нас играют Германия-Россия Хорошая Германия-Россия И Беларусь-Канада Это будут Ранние Назовем их так Матчи 17-15 И США Швеция И Финляндия Чехия Это вечерний матч Вот вам Две сладких парочки Вечером И одна днем Будем заканчивать На этом Анатолий Крейпанс Спортивный журналист Комментатор Я Андрей Лешкевич Провел этот эфир Евгений Копеин Звукорежиссер Всего доброго До свидания До свидания Спасибо, что пригласили